Всем огромный привет, дорогие зрители! Вы на канале Реальные Истории. И сегодня мы поговорим о Марии Куликовой, о ее личной жизни, с кем сейчас живет актриса. Мария Куликова – одна из тех актрис, которые считаются самыми любимыми у зрителей и самыми востребованными у режиссеров. Ей всего 43 года. Она светится счастьем и заряжает позитивом. Хотя героинь играет с разной судьбой. Привлекательная, голубоглазая блондинка способна очаровать любого мужчину, потому ее личная жизнь вызывает у поклонников особый интерес. Сюжет рассказывать не хочется, но я скажу, знаете как, что в любой истории, даже фантастической а-ля Мстители, блокбастере, любому всегда интересны человеческие отношения между мужчиной и женщиной, между близкими друзьями, потому что каждая ситуация уникальна. С кем сейчас живет Мария? В этом видео мы расскажем, что говорит актриса по этому поводу. За время карьерной деятельности снялась в более чем 50 фильмах и сериалах и часто играла главные роли. Этой красивой женщиной восхищаются мужчины. Друзья считают Куликову неутомимым тружеником, человеком, готовым жертвовать собой, преданным, но в жизни закрытым. Известно, что железный характер сыграл не последнюю роль в разрыве любовных отношений. Первый гражданский муж Марии – Филипп Григориян. Познакомились на первом курсе театрального института имени Бориса Щукина. Сначала это были обычные дружеские отношения, совместные прогулки, выезды с товарищами на природу. Но в какой-то момент молодые поняли, что влюблены. Как-то раз на перемене Куликова услышала разговор. Филипп сказал одному из студентов, вот бы сейчас венца-бутылочку, позвать Марию и махнуть на дачу, пожарить шашлыки. Она не дала ему договорить, а просто подошла и сказала, что им пора идти, а то винный магазин закроется. От неожиданности парень растерялся, но упускать свой шанс не стал и быстро пошел вслед. Мария с радостью вспоминает о своей первой любви и говорит, что это были нежные, чистые чувства, которые прервались лишь потому, что студенты были слишком молоды и энергичны. После разрыва отношений каждый пошел своей дорогой. Куликова стала актрисой, а Филипп известен как режиссер. Мария рассказывала, что у Филиппа очень интеллигентная семья, и ее все любили. Сейчас, спустя 20 лет, она поддерживает теплые отношения с ним и его родственниками. После разрыва отношений с Григорианом, Мария окунулась головой в работу и старалась не думать о Филиппе. Однако тяжесть сердечных переживаний не давала покоя. Знакомство Куликовой и Дениса Матросова произошло во время съемок сериала «Две судьбы». Это был трудный период в жизни молодых людей. Мария и Денис переживали разрыв отношений, и им казалось, что мир рухнул. С первых дней знакомства Мария поняла, что Денис – ее судьба. Отношения развивались стремительно, все знакомые были уверены, в итоге они поженятся. Однако будущий муж оказался нерешительным. Мария не хотела терять любимого, решила взять все в свои руки и предложила подать заявление. Роспись молодых была неординарной, они не хотели пышности и пафоса. Пришли в ЗАГС в обычной одежде. Мария одета в черные брюки и футболку, а Денис в джинсах. Молодые совершенно не заморачивались относительно каких-либо общепринятых стандартов. Сразу после свадьбы молодожены стали думать о первенце, но жизнь распорядилась иначе, и их сын появился на свет лишь спустя 10 лет. За это время Мария и Денис занимались карьерой, строили загородный дом и мечтали, что это семейное гнездышко будет тем местом, где они встретят старость вдвоем. После появления на свет маленького Ивана семья сплотилась, сын дал понять родителям, что их союз – это нечто большее, чем просто совместное существование. Семейная идиллия продлилась недолго. Марию и Дениса сильно выматывала их трудовая деятельность и плотный рабочий график, который не совпадал, и они все реже виделись. Как признается Мария, отношения с супругом были натянутыми в конце семейной жизни. Главной проблемой разрыва стали разные характеры и нежелание идти на компромисс. Для Дениса постройка дома была сумасшедшим увлечением. Добавляли огня слухи о том, что у Дениса роман с его коллегой по цеху Ириной Калининой. Актеры играли в картине «Любовь моя», и во время съемок было много откровенных сцен, в которых, со слов Марии, муж действительно смотрел на партнершу с восхищением и желанием. Она поняла, что это не слухи, а реальная действительность, на которую раньше не обращала внимание. Развод был длительным, и обоим родителям было сложно от того, что об их решении необходимо было говорить сыну. Но 14 прожитых вместе лет дали свои плоды, супруги смогли договориться без ущерба для обоих и сына Ванечки. Мария и сын переехали в загородный дом, расположенный на соседней улице от постройки Дениса, и поэтому Иван бывает у папы каждый день. После разрыва, Денис сохранил к Марии теплое и уважительное отношение, и всегда поддерживал, когда в ее жизни случались неудачи. На похоронах мамы Куликовой он взял на себя всю организационную рутину, лишь бы этим не пришлось заниматься Марии. Сын Ваня любит их обоих, им удается воспитывать его вместе, несмотря на развод. В одном из своих интервью Мария сказала, что самый любимый мужчина в ее жизни – это сын. Однако обмолвилась, что на сегодняшний день ее сердце не свободно. Она безмерно счастлива с новым избранником. На просьбу сказать, кто это, она сообщила, что хочет сохранить эти отношения в тайне и не создавать ажиотаж, лишь сказала, что они не планируют оформлять отношения. Из инстаграма Марии видно, что на отдыхе в Греции она проводила время с Виталием Кудрявцевым. Если проследить всю цепочку событий, ее слова и совместные фото в аэропорту, становится очевидным, что нынешний гражданский супруг – это Виталий Кудрявцев. На съемках сериала состоялось ее знакомство с Кудрявцевым, когда Мария еще состояла в браке с Денисом. К тому времени Виталий уже не жил со своей супругой Серафимой Низовской, хотя у них был совсем маленький сын Савелий, родился в 2010 году. Сначала Мария и Виталий просто общались с их слов. А после развода актрисы стали встречаться. Виталий стал не только верным другом для Марии, но и подружился с ее сыном. Его можно было часто видеть на стройке, когда актриса была на съемочной площадке. Теперь они живут вместе. Пусть у Марии все получится, пожелаем ей удачи. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал Реальной Истории. До новых встреч, дорогие зрители!